Еще один популярный оператор в языках программирования, в том числе и в Java, является оператор SwitchCase, он же оператор выбора. Давайте с вами мы зададим переменную, чтобы его применить. Пусть A равняется 1. И применим, собственно, сам оператор Switch, SwitchCase. Мы пишем Switch, в круглых скобках мы указываем переменную, которую хотим проверить на разные значения. И делаем кейс. 1, например. Давайте мы еще объявим переменную, так будет удобней. s равно 1, break. ks равно 2, s равно 2, break. Давайте еще. 3. и дефолт s равно другое число. И в конце, собственно, мы выведем строку s. Вот мы запустили программу, увидели 1. Давайте с вами посмотрим, как это все работает. Мы с вами объявили две переменных. Одну инициализировали, другую просто объявили ее тип. И дальше мы запускаем оператор SwitchCase. Что он делает? Он проверяет значение переменной A. И в зависимости от ее значения мы выполняем тот или иной блок операторов. Если у нас A равняется 1, мы выполняем вот эти операторы. Если у нас A равняется 2, а вот кейс, значение 2, мы выполняем вот этот блок операторов. Если 3, то мы выполняем вот это. Если у нас это не 1, не 2 и не 3, мы выполняем вот этот блок оператора. То есть то, что находится в блоке Default. То есть тут у нас идет проверка значения и различные варианты. Здесь может быть сколько угодно много, может быть 1, может быть 101, совершенно не важно. И везде выполняться будут свои блоки операторов. А после каждого завершения кейса обязательно нужно ставить Break. Если его не поставить, то тогда у нас начнутся выполняться все остальные операторы в том числе. Давайте мы в этом убедимся. Вот я сейчас Break уберу. У нас сейчас выведется 1 и 2. Ну да, понятно, что вывелось только 2, потому что сначала мы присвоили значение S1, а потом мы присвоили значение S2, и потом, собственно, Break мы отсюда выходим и выводим тут 2. Поэтому после каждого кейса нужно обязательно ставить оператор Break. А после дефолта Break уже можно не ставить, потому что у нас уже и так за ним ничего нет. Тут можно не ставить. Во всех остальных случаях Break ставить надо. То есть очень простой совершенно оператор. Можно, например, 3 ввести. Там мы получим S3, и тут мы его вводим. Можем 2 ввести. Можем, например, 4 ввести. Это будет у нас другое число. То есть у нас все очень просто и понятно. То есть просто проверка перемены на значения, на какие-то фиксированные значения. Бессловно это все можно было бы сделать через оператор. if if равно A, S равно 1, else if A равно 2, S равно 2, else if A равно 3, S равно 3, и else S равно другое число. То есть это по сути то же самое на самом деле. Можно сейчас тут скопировать, сюда вставить. Так. И тут мы увидим то же самое абсолют. То есть у нас вот это вот все эквивалентно вот этому. Но в принципе, как мне кажется, вот это вот более наглядное, чем вот это. Хотя можно и так писать, разумеется. И здесь видите, даже у нас такая как бы рекомендация. Заменить цепочку операторов if на switch. Вот можно вот так вот сделать. Видите, нам прям код сгенерировался. То есть это как раз возможности deadbins уже. Так. Ну давайте мы теперь еще кое-что сделаем. Обернем вот это вот все в цикл вайл, который мы сделаем бесконечным. Вот это все вот сюда. Так. Тут мы сами будем каждый раз выводить S. Давайте мы даже вот так напишем. A+. Вот так будем писать. Вот. И мы делаем A++. Если у нас A больше 4, мы из этого бесконечного цикла просто-напросто выходим. И вот на что с вами получилось. Так. У нас пока с вами ничего не получилось. Да. Потому что у нас A мы тут не поменяли значение на другое. Запускаем. И вот мы с вами видим все итерации. И как только у нас A становится больше, чем 4. То есть тут у нас было 4. Мы увеличили его на 1. А стало равно 5. И мы, собственно, из цикла уже выходим. Вот так у нас работает данный цикл. И вот таким образом сработает, собственно, сам оператор выбора, он же switchcase. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание.